Севастополь Севастополь Здравствуйте, Максим Агамедович. Здравствуйте. Сегодня мы взяли за основу такую тему. Это портрет должника по алиментам и алиментная карта региона. Ну, о мерах воздействия на должников вы нам расскажете. Тем более, что в преддверии Дня защиты детей служба приставов проводит комплекс мероприятий. Да, служба приставов в преддверии Дня защиты детей проводит рейдовые мероприятия. Мы их называем рейдовые мероприятия. Когда мы максимально пытаемся охватить большой фронт работы нашими силами. То есть мы выбираем максимальное количество спонтанных производств. Привлекаем основную массу судебных приставов, задействованных ранее, в том числе и на иных участках. И совершаем рейдовые мероприятия по адресам. Местам проживания должников, местам работы с целью проверки бухгалтерии. Вручение предупреждения об административной, уголовной ответственности. Все это влияет на самосознание должников, так скажем. Какой уже портрет должника в Севастополе? Начнем с того, что по ведомственной статистической отчетности у нас на сегодняшний день 2040 исполнительных производств находится на исполнении. Из них 90% это мужчины и все-таки 10% это женщины. Ну, средний портрет должника мужчины, это мужчина от 30 до 45 лет. Вот, ну, в основном это, в основном, наверное, все-таки, или 50 на 50, наверное, больше злоупотребляющий спиртными напитками, нетрудоустроенные. Женщины, это все, возраст даже постарше, от 32 до 47 лет. Хоть их и всего лишь 10%, но все же. Ну, хочется отметить, что из остатка исполнительных производств мужчины трудоустроенные на 53%, а женщины все-таки на 62%. На вопрос, почему не платите алименты, что обычно отвечают? Отсутствие места работы. Бывает такое, что не желает платить, бывает такое, что считает, что ребенок не его. Разные оправдания, в основном это просто доводы. Доводы, что нет работы, платить нечем. Когда спрашиваешь, на что живете, ну, тут ответов нет совсем. То есть не имеющие под собой основания. В основном родители обязаны выплачивать денежные средства на своих детей. Поэтому здесь и основания, в принципе, проводить. Он должен принять меры к трудоустройству и выплате денежных средств на содержание детей. Тут у него нет движения вверх или вниз, или влево-вправо. Наши коллеги из редакции информации совместно с сотрудниками службы судебных приставов провели рейд и увидели должников воочию. Давайте посмотрим. Сотрудники отдела судебных приставов пытаются попасть в дом так называемого злостного алименщика. Мужчина уже полгода не выплачивает содержание на своего ребенка и не выходит на связь ни с приставами, ни с бывшей супругой Ксенией. За это время задолженность по алиментам достигла 40 тысяч рублей. Он игнорировал меня, игнорировал существование ребенка, то есть не интересовался. Ну и, соответственно, он не платил алименты, поэтому была вынуждена подавать на развод и подать на алименты. Неожиданно появившийся отец должника показывает приставам. Сына в доме нет, но тот не собирается скрываться. Молодой человек работает охранником в районе артиллерийской бухты. Вместе с судебными приставами едем в центр города. Нашего появления Олег Шевчук явно не ожидал. Мне приставы лично не звонили. Они почему-то звонили моим родным, а мне не звонят. Не знаю почему. Вроде данные у них мои есть. Жена мне лично не звонила, не предупреждала меня ни о чем. Я просто знаю, что я деньги накоплю, как бы я дам. Теперь же неплательщику придется отвечать не только перед бывшей женой и ребенком, но и перед законом. Приставы усаживают мужчину в служебный автомобиль и везут в отдел. Везем его в отдел, составим протокол по статье 5.35 об административном правонарушении. Мы ведем в суд обязательные работы до 150 часов, либо административный арест до 15 суток. Уже во время подготовки сюжета стало известно, суд приговорил Олега Шевчука к 80 часам обязательных работ. А вот у Юрия Хромова задолженность по алиментам свыше двух месяцев. Суд приговорил его к 40 часам обязательных работ. Теперь Юрий убирает мусор во дворе одного из домов по улице генерала Острякова. С утра начинаю пораньше, да, с 6 утра уже здесь и до 10. Так, чтобы день, соответственно, освободить, ну и срок, соответственно, быстрее прошел. Судебные приставы утверждают, число неплательщиков по алиментам продолжает неуклонно расти. При этом исполнительных производств за 4 месяца 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стало немного меньше. Жесткие меры воздействия и ответственность перед законом заставляют злостных должников одуматься и вновь вспомнить о детях. Денис Тишин и Андрей Глушенко, информационный канал Севастополя. Максим Агадьевич, после таких сюжетов не становится больше людей, которые хотят оплатить алименты? Людей, возможно, в любом случае, я считаю, эти сюжеты, эти рейды, они влияют на самосознание. Кроме того, есть достаточно, ну, такие яркие случаи, когда все-таки должники гасили задолженности у нас, допустим, в Гагаринском районе. После привлечения, кстати, должников женщины, после привлечения к административной ответственности, взялась за ум, она устроилась на работу. И самое главное, что она была лишена родительских прав, она восстановилась в родительских правах и забрала ребенка из детского дома. Ну, я считаю, это большой плюс. Также у нас был мужчина по Балаклавскому, один по Гагаринскому району, выплатили достаточно неплохие суммы, один 900 тысяч рублей, второй 400 тысяч рублей, и продолжают платить, помогать ребенку. То есть, все равно, это те случаи, которые я привел максимально. Кто-то начинает не разом, но частично оплачивать задолженность. Пускай это там по 10-15 тысяч в месяц, но это все же помощь. Поэтому, да, действительно, это влияет, я считаю, это помогает. Вот люди без зрения совести говорят о своей задолженности, исполняя повинность, что называется, без стеснения. Вот, допустим, да, вот он говорит о том, что ему никто не звонил, ничего он не знает, но такого же не бывает. Смотрим, производство находится не сегодня, оно находится 3, 4, 5 лет на исполнении. Все прекрасно, в принципе, все знают. До всех дозваниваются. Иногда мы просто вынуждены звонить родителям, потому что наши звонки самому должнику, мужчине, извините, в 30 лет, никак на него не влияют. Он как не приходил к приставу, так и не приходит, понимая, какая ему грозит за это ответственность. Он от пристава может поехать в суд, где ему вменят там обязательные работы, или еще и арестуют на 15 суток. Ну, вот эти вот, скорее всего, действия, они его, желания у него идти к приставу нет у должника. Потом, когда мы его находим, вот так, да, они рассказывают, что им не звонили, им не говорили, не предупреждали. Вы знаете, был такой случай в Гагаринском районе, 1,4 часть алиментов должен платить мужчина. Он ее спокойно выплачивал, это там порядка 11 тысяч рублей, я уж сейчас точно не скажу, ежемесячно. Вроде бы у него нет задолженности, но мы, нам супруга сказала, что он работает в иностранной компании и совершает рейсы на пароходе. Найти как-то, потому что в нашу базу аккумулируется информация только когда взносы страховая отчисляется в Российской Федерации, да, пенсионный фонд. Он работает на иностранную компанию, взносы никуда не отчисляется. Мы не видим, работает он или нет. Вот провели определенный пристав, провел определенный комплекс мер, очень достаточно сложный, где привлекались там и переводчики. И в конечном итоге мы установили его заработную плату, доказали ее, и он вынужден был выплатить 900 тысяч рублей. Кроме того, ему насчитали сейчас неустойку, я не знаю, сейчас устоялся судей или нет, но тоже порядка около миллиона рублей. Хотя вроде бы все платил. То есть такие вот случаи тоже бывают. Вы часто упоминаете Гагаринский район, если говорить о карте города Севастополя, о карте задолжников. Да, почему я упоминаю Гагаринский район, потому что, наверное, это самый густонаселенный район именно города. Поэтому у нас там алиментов, производство по алиментным обязательствам самое большое количество, более 800. Если брать по категориям, это, допустим, Гагаринский 800, Ленинский 400, Нахимовский и Балаклава примерно на одном уровне. Все-таки в Гагаринском районе это основная масса этих вот алиментных обязательств. Если в случае, что должник отказывается выплачивать алименты, в добровольном порядке, какие меры воздействия могут быть к нему применены? Меры воздействия, о которых говорили в сюжете, это административное наказание. По статье 5.35.1 обязательные работы. Все-таки после привлечения должника к административной ответственности в дальнейшем по неуплате может быть возбуждено уголовное дело по статье 157 УК. Это достаточно отрезляюще влияет на большую часть должников. Те меры, которые принимает пристав в соответствии с законом об исполнительном производстве, это ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, ограничение специального права, в основном это право на управление транспортным средством. У нас более 1200 ограничено в праве выезда из Российской Федерации. Эта мера избирательна, но влияет. Кстати, на тех же моряков Севастополь, это все-таки город моряков, у нас это достаточно действенная мера. Ограничение достаточно неплохо влияет на выплаты за должности. Это основные меры. Меры по применению арестов к имуществу должника, это уже стандартные. Реализация в дальнейшем с целью погашения долга. Все эти меры принимаются, в том числе и в рамках рейдовых мероприятий. Как раз в Севастополе прошли всероссийские рейдовые мероприятия по элементам в рамках десятилетия детства. Да, рейд оказался достаточно успешным. Было исследовано более 180 производств, 20 из которых были в дальнейшем окончены. Часть из них отзывом, часть из них фактическим погашением. Часть должников были уведомлены об административной уголовной ответственности. То есть из-за объема города это в принципе хорошее количество, которое мы смогли застать. Потому что зачастую можно взять и тысячу адресов, а найти всего три человека. Поэтому мы считаем эти рейды продуктивными, они достаточно эффективно влияют на наши действия. Максим Агадьевич, как часто они проводятся? У нас есть рейды, которые проводятся планово в соответствии с планами, утвержденными центральным аппаратом. А свои рейды мы проводим каждый месяц. Мы стараемся каждый месяц проводить массовые рейдовые мероприятия. Они же направлены в основном не для того, чтобы показать свою работу, а для того, чтобы ее сделать больше правильно. Ваша задача в сегодняшнем нашем эфире была не напугать, а все-таки разъяснить и, наверное, призвать к совести, а уже каждому должнику решать. Конечно, я считаю, что пугать уже этих людей бессмысленно и бесполезно. Все-таки вызвать к совести больше, наверное, как-то может быть лучше и больше повлияет на их самосознание в этой части. Я благодарю вас за разъяснение. Напомню, у нас в гостях был Максим Айдомиров, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю, заместитель главного судебного пристава. А полезный день продолжается. Дорожно-транспортные катастрофы, наркотики и так называемая чума XX века СПИД все вместе взятые уносят намного меньше жизней, чем табакокурение. Пресловутая капля никотина, убивающая лошадь, никого не пугает, пока люди не начинают на себе испытывать печальные последствия пагубной привычки. Более 35 лет понадобилось мировому сообществу, чтобы в 2013 году прийти к запрету рекламы сигарет и спонсированию табачного производства. Курение – причина рака и многих других опасных заболеваний. Легкие и электронные сигареты не помогают бросить курить и не приносят меньше вреда. Откажитесь от курения раз и навсегда. Быть здоровым – значит жить активно. Быть здоровым – значит радовать близких. Быть здоровым – это круто. Быть здоровым – жить счастливо. 31 мая отмечается Всемирный день без табака, который входит в систему Всемирных и Международных дней Организации Объединенных Наций, что свидетельствует о важности для всего населения Земли, проводимых в этот день мероприятий. Какие акции пройдут в Севастополе, мы пригласили рассказать Марину Михайловну Цуприк, заведующую медицинской библиотекой, филиалом номер 8. Здравствуйте, Марина Михайловна. Здравствуйте. Всемирный день без табака пройдет в виде марафона в Центре инклюзивной культуры на базе медицинской библиотеки. Ну как бы с одной стороны все понятно. Библиотека – это разумная, добрая, вечная. Медицина – это как раз та отрасль, которая говорит о последствиях, о пагубном влиянии курения на наш организм. Как это все совместится и в какой проект выльется? Это будет марафон для жителей нашего города. Во что все это выльется? Это такая акция, которая поможет нам донести информацию о том, как прожить день без табака, потом неделю без табака, потом месяц, потом год, а потом еще продолжительную часть своей жизни. Вот здесь интересно, в каком формате вы это представите? Это будет в формате мастер-классов, презентаций, розыгрыша призов и акции «Конфета за сигарету». Мастер-классы будут представлены тренерами по фитнесу, по йоге, по дыхательным практикам, по дыхательным гимнастикам, по скандинавской ходьбе. Кроме этого у нас будет работать творческая мастерская, где можно будет сделать поделку из бумаги в стиле оригами или квиллинга. И будет изюминка наполнения нашего марафона – это презентация нового клуба «Стихотерапия». Приятно же читать стихи вместо того, чтобы курить сигареты. Такого в Севастополе еще не было, и познакомиться с этим можно будет также на нашем марафоне. Вот это интересно, конфета вместо сигареты, потому что когда проводят день без автомобиля, организаторы предлагают пересесть на велосипед. А тут, чтобы отказаться от курения, возьмите конфету. А выйдет ли она за рамки Центра инклюзивной культуры? Например, волонтеры будут раздавать конфеты на улице. Так самое интересное то, что свои марафоны в Центре инклюзивной культуры мы проводим на улице. В теплое время года мы не прячемся за стенами в библиотеке, будут две площадки работать в помещении – это йога и фитнес. Остальные площадки будут работать на улице рядом с библиотекой, где можно будет и обменять сигарету на конфету, и сделать поделки, о которых я говорила, попробовать, что такое ходьба со скандинавскими палками, и внутри можно будет в помещении познакомиться с клубом стихотерапии. Все, кто будет проходить по Большой Морской, практически станут участниками вашей акции? Безусловно. Это же для горожан нашего города и для гостей нашего города, поэтому мы выходим на улицу, чтобы максимальному количеству людей помочь сделать правильный выбор. Марина Михайловна, не первый раз проводит библиотека такие мероприятия, но в этом году есть одна удивительная особенность. То есть инициативу проявили люди с ограниченными возможностями здоровья. Да, мы, как многие организации, свои планы начинаем строить на следующий год, поздней осенью. И в октябре прошлого года, когда мы задумались о том, что мы можем провести 31 мая, ко дню без табака, наши коллеги из отдела для незрячих слабовидящих решили, что предложили именно акцию конфеты за сигарету. В этом году акция конфеты за сигарету переросла в такой марафон, который позволит не только обменять на конфету, но и получить полезные навыки. Почему же люди с ограниченными возможностями здоровья несут такой посыл в общество? На своем опыте, а именно на уроках инклюзивного общения, мы поняли, что люди зажигаются и получают новый импульс к движению и к изменениям своей жизни, когда общаются с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Ведь никто другой не может рассказать, как, преодолевая какие-то недуги, которые уже неизлечимы в большинстве своем случаи, радоваться жизни, вести активную социальную жизнь, вести здоровый образ жизни. Как бы это ни звучало, но люди с ограниченными возможностями здоровья будут рассказывать и показывать, как можно вести здоровый образ жизни. Вот здесь та фраза, да, как совместить эти два понятия, люди с ограниченными возможностями и здоровый образ жизни. Ну, кого это заинтересует, как раз могут узнать, как это вообще происходит, реализовать в жизни. Кто станет участниками? Организаторы и участники этих мастер-классов вы приглашаете заранее? Безусловно, организаторы мастер-классов, ведущие мастер-классов приглашены заранее. Это люди, которые ведут здоровый образ жизни, которые откликнулись на нашу идею с радостью и предложили провести мастер-классы по именно таким двигательным навыкам, которые можно использовать вместо сигареты. Ну, например. Ну, например. Например, базовый такой вводный мастер-класс по дыхательным практикам. Ведь можно, как снять, да? Почему? Говорят, что, опять-таки миф, да, что сигарета снимает стресс и напряжение. Пойдем от обратного. Пойдем от обратного. Снимем дыхание, стресс и напряжение. Пять минут дыхания заменит одну выкуренную сигарету, принесет пользу всему организму, насытит кислородом мозг и повысит эффективность труда. Ну, вот еще есть много мифов, которые можно, опять-таки, и развенчать, и в то же время заменить. Вот человек худеет, а можно заняться йогой? Или ходьбой со скандинавскими палками, где прекрасный тренер Юлия расскажет на марафоне о тонкостях, о технике, о самих палках. Что с этим надо делать? Оказывается, такая наука, целая наука, не просто пойти с палками. Но при этом это занятие позволит держать фигуру в форме. Я даже нашла, что некоторые работодатели вывели такую закономерность, что сотрудники, которые курят, они более производительны. Можно это развенчать? Ну, я думаю, что те руководители, которые вывели этот миф, видимо, сами пристрастны к табакокурению. И могу сказать из своего опыта, что... Это здорово, поделиться личным опытом. Да, что курение способствовало передышке. В интенсивном графике работы невозможно было просто выпить чашечку чая. Единственное место, где позволялось руководством передохнуть, это была курилка. Я считаю, что это неправильно и сменило работу. А вот для многих молодых людей, конечно, курение это какой-то признак взрослости, да, крутости. Для некоторых девушек сексуальности. Что вы на это скажете? Вот в ваше время, как это было? В наше время... Себя ставьте на место. В наше время, мне кажется, было все то же самое. И в старших классах, когда начинали курить, и это действительно было взрослостью. Конечно, видя сейчас маленьких деток, там 8, 9, 12 лет на улице с сигаретой, ну, хочется, конечно, эту сигарету отобрать. Развенчивать или не развенчивать, миф это или не миф, но стереотип есть. И мы, организуя подобные марафоны, хотим показать, что есть другая сторона жизни. Здоровая, счастливая, без стресса, легкая. То, чего не может быть сигаретой во рту. Невозможно бегать, невозможно плавать, потому что нарушаются все функции организма. А какие именно процессы будут происходить при курении, можно будет узнать также на марафоне из тех книг, которые мы подготовили для наших участников, чтобы точно знать, не ориентироваться на мифы, а знать, что вот если ты куришь одну сигарету, две или пачку, то в твоем организме происходит вот раз, два, три, четыре, пять. И тогда ты уже делаешь выбор, курить или не курить. А если вам приведут в ответ такой пример, что я не курю, например, сигареты тяжелые, я курю легкие, или кто-то курит трубку, или сейчас электронные сигареты, они менее вредны. Я думаю, что мы можем поднять научную базу для того, чтобы рассказать, что происходит при курении тех же легких сигарет, с ментолом или без ментола, с какими-то наполнителями, что происходит. В любом случае, кстати, по поводу сексуальности, что-то мне сейчас вот пришло, это есть такой побочный эффект у сигарет, это пожелтевшая эмаль зубов. О какой сексуальности может нам говорить, если девушка не улыбается, а улыбаться с желтой улыбкой, ну как-то не камильфо. И у вас здесь есть тоже решение этой проблемы? Да. Вы предлагаете ваши спонсоры? Наши спонсоры, наши партнеры, друзья, именно те, кто сталкиваются уже на своих рабочих местах с этой проблемой, это стоматологи, это студия, которая натуральное отбеливание зубов предлагает, предоставили для участников нашего марафона скидочные подарочные сертификаты. Так что можно не только информацию получить, но еще и привести свою улыбку в порядок. Марина Михайловна, ну и еще один вопрос или еще одна проблема, которую вы этим марафоном пытаетесь решить. Это экология и инклюзия как две части глобальной экономики и стратегии устойчивого развития. Это достаточно широкая тема и, конечно, это не для 10-15 минут, но я хочу рассказать об одном проекте, это молодежный экологический волонтерский инклюзивный лагерь. Почему мы говорим об этом сегодня, рассказывая о марафоне? Потому что происходит инклюзия. На марафоне люди знакомятся, люди без инвалидности, знакомятся и взаимодействуют с людьми с инвалидностью. Происходит инклюзия. В лагере это уже более глубокое взаимодействие. Под лагерь выбирается место, территорию которого необходимо очистить от мусора, от каких-то там поваленных деревьев. И цель этого лагеря, чтобы то место, на котором мы стояли, после того, как мы оттуда уедем, стало краше, лучше и приятнее для других людей, которые туда приедут. И в лагере происходит взаимодействие людей с инвалидностью и без инвалидности. Как можно, да, слепой не может убирать мусор сам, он его не видит. А хрупкая девушка не может тащить мусор, да, вот этот вот огромный мешок с мусором. Но при этом здоровый, ну и что, что он не видит мусор, здоровый мужчина может нести этот мешок, а девушка туда складывать мусор, который находится на этой территории. В поле зрения, в поле видения. Да, безусловно. В прошлом году мы проводили такой лагерь, очистили вдоль реки берега, сделали удобные столики. Для того, чтобы люди, которые приедут в следующий раз, им было гораздо краше и комфортнее. И в такие моменты происходит инклюзивное взаимодействие, за которое мы, в общем-то, сейчас и, ну скажем так, кратуем, да, мы это продвигаем. Поскольку в результате инклюзивного взаимодействия получается нечто большее, нежели это сделают люди только с инвалидностью или люди только без инвалидности. Когда они работают в тандеме, получается, ну что-то необычное и более ценное, скажем так. И еще, да, один без другого не может. То есть все нужны друг другу. Безусловно. Спасибо большое. Напомню, уважаемые телезрители, Марина Цуприк, заведующая медицинской библиотекой, филиалом номер 8, еще раз напомнила о вреде курения и пригласила принять активное участие в акции. По традиции, полезный день в 16.45 продолжит Владимир Милянский со спортивными новостями, а завершит программу Владимир Иларионов. Я передаю слово службе информации. Новости после рекламы. Субтитры создавал DimaTorzok